Я Лариса Бузеева, это Давай поженимся. Добрый день. Сегодня невеста Вероника, Валерия, еще одна Вероника. А жених у нас Вячеслав. Вячеслав 40 лет. Пока выбирал в Германии новый автомобиль, жена решила развестись и поделить совместно нажитое имущество. Вячеслав инвестор, брокер в сфере недвижимости. Крупный предприниматель. Живет в Москве. Увлекается кайтсерфингом, исправляется на байдарках. Признается, что громко разговаривает и бывает высокомерным. Вячеслав опасается госслужащих и никогда не женится на девушке, которая выше его по статусу. Готов связать себя узами брака с образованной обладательницей тонкой талии и коммерческой жилки, которая разделит его увлечение серфингом и всегда будет с ним на одной волне. Здравствуйте. Здравствуйте. Ай, вы оставьте цветочки, мы же соблюдаем дистанцию. Красивые букеты, просто шикарные. Как тебе он внешне нравится? Да, достаточно симпатичный. Такой деловой, кстати, да. Симпатичный, да. Чем вы так провинились перед женой, что она настояла на разводе? Ну, для меня, на самом деле, до сих пор остается загадкой. Все было, в общем-то, хорошо. И жили мы, в общем-то, прекрасно. И летом я отпраздновал день рождения, папочка любимый, подарки, объятия. И уже после дня рождения я поехал в Германию, у меня сестра живет в Берлине, и поехал в Германию за новой машиной. И по возвращению она меня просто, можно сказать, ставит перед фактом, что она хочет развестись. Вот, скажем, вот так это было просто неожиданно. Ни ссор никогда не было. На самом деле, вот шесть лет мы прожили, многие говорили, что вы сидите на одном стуле. Был какой-то, вот как я вот вспоминаю, один нюанс, когда мы поехали вместе с семьей, с детьми, с ее мамой в Грецию. То есть вы взяли на свои деньги? Да, да, да. Ну, как бы мы были в браке, я не считаю, что там это мои деньги. То есть это наши общие, в общем-то, деньги. Нет, почему? Один человек может зарабатывать, со второй нисколько не зарабатывать. И при этом, говорит, ну мы же вместе. Кто зарабатывал? Если вы зарабатывали, значит... Ну, зарабатывал я, да. То есть в любом случае... Вот и все. В тот момент. Да. И квартиру вы купили ее маме? Ну, квартиру не совсем там, как бы, купил маме, я помог ей приобрести. Хороший зять. Очень представительный, конечно, мужчина. Смотри, голубые глаза очень красивые. Но с таким же, так же жены не разводятся. И, соответственно, в Греции произошло... Я как из кино, с песком на лице, с кругом на шее, там, с детьми. Ну, где-то, может быть, подустал, да, и в аэропорту, уже когда возвращались, там, с чемоданами со всеми, забыл какой-то пакет на ленте или еще что-то. И меня попросила мама жены, там, то ли взять или еще что-то. И я, наверное, не совсем, как бы, может быть, корректно или, может быть, как-то в жесткой форме что-то выразил, что я, как бы, не буду, там, может быть, там... Или, там, попросил просто, может быть, как помощи, ну, возьмите сами. Это был единичный такой случай? Вы потом не выясняли отношения? Не выясняли отношения. Это вот тот момент, который мне когда-то она припомнила. Скажите, Вячеслав, а вы женились, у вас было финансовое состояние к тому моменту равное? Да. Оба были бедные? Нет, у нас было абсолютно, в общем-то, равное состояние. У нее была квартира, у меня была квартира до брака, и мы просто, можно сказать, это уже в браке... А на кому вы все это дело записывали, квартиры? Абсолютно в браке мы записывали, то есть равное. То есть у вас все было поровну? Абсолютно. А чего она так боялась? Почему она часто стала говорить о том, что если вы разведетесь, ей ничего не достанется, а все будет у вас? И вообще, что это за разговоры, если у вас все так хорошо, вдруг о разводе, и кому что останется? Вообще, говорят, хочешь проверить свою половину, начни с ним что-то делить или разводиться. Это как раз стало, в общем-то, неожиданностью, когда я в августе приехал с новой машиной, и она стала говорить о разводе и о недоверии, о том, что ты, как брокер по недвижимости, все равно переоформишь как-то на себя или еще что-то. Я говорю, ну это незаконно. Правда в ее словах? Абсолютно нет, но это просто, ну как бы, по закону невозможно. У нас был официальный брак, все было, абсолютно все было в браке. Не, ну вы умеете как-то, мужчина, особенно если мозги, связи, вы как-то и в браке умеете все так обставить. Как ты так думаешь, да ну надо же. Ну я в своей профессии не сталкивался, но это если только мошеннические, мошенническим путем каким-то идти. Слава, ну давайте как взрослые люди уже разговаривать, да? Не бывает, чтобы она вдруг проснулась, имея общего ребенка, у вас все хорошо, и она тут заговорила о разводе, и почему-то о деле же. Ну взяли бы, чтобы ее успокоить, сказать, милая, так пойдем к нотариусу, и брачный контракт. Да большая часть была вообще на нее оформлена, уже на стопроцентной собственности. Скажите, а почему вдруг сначала она так к вашему сыну была расположена, а потом вдруг резко ее отношение переменилось? Почему она вдруг стала считать, что вашему общему ребенку достается или достанется меньше? Да в общем-то она так не считала, я начинал уже как бы после рождения дочери, стал ощущать там, что я не так делаю, где-то скрипнул дверью, еще что-то. Нет, и она стала и против вашего частого посещения, да? Ну да, то есть когда я ехал к сыну, она начала как бы ревновать. Ты бы Лера ревновала к детям? Нет, я бы не ревновала. Ты пускала бы его же, да? Конечно, это его детки, да, конечно. Вы считаете, что ее накручивала мать? Зачем ей, когда у вас общий ребенок, нехорошо живете? Видимые причины я не видел, да. Единственное, что возможно, то, что я все равно меньше, у меня были как бы цели, да, соответственно, я стал больше работать, да, когда она сидела в любом случае в декретном отпуске, может быть, меньше уделяла времени. Причем я когда приехал в августе, она скоропостижно просто в течение четырех дней переехала, вывезла абсолютно все, переехала к маме. Скоропостижно можно только умереть. Подсознание ваше. Ну, то есть очень быстро и неожиданно. Как считаете, может быть, ее кто-то завелся? Слав, ну так не бывает. А если вы еще, как говорится, при жизни совместной все поделили, и вы говорите, даже большее на нее было записано. Она все, что она попросила, есть. Почему нужно было все делить через суд? Чего? Может быть, вы стали кроить от нее деньги, и она вас заподозрила в чем-то? Такое тоже может быть. Почему нет? Нет. Может быть, вы сыну что-то купили без ее ведома, а ей это не понравилось. Но что-то должно было такое произойти? Здесь можно много додумывать каких-то, в общем-то, вещей. То есть у меня было предостаточно времени. Слушай, а вот этот ад пятилетний, который вы говорите, в котором вы жили? Нет, пятилетнего ада не было, конечно же. Но в чем был этот ад-то после развода? Я, наверное, это время самое было тяжелое. Я искал ответ на этот вопрос. Для меня было бы прикольно, если бы у него кто-то там был. А вот сейчас вы через пять лет наладили с ней отношения. Неужели через пять лет не спросили? Там не взялись? А что тогда все-таки случилось? Ну вот сейчас-то уже все хорошо. А мне сейчас это уже неинтересно. Нет, ну для себя узнать. Для меня стало это вообще ненужным. Когда люди живут вместе, нельзя просто, что один человек просто встал и ушел. Ну, конечно. Они должны были обсудить, и он сто процентов знает, что, какая причина, просто я думаю, что не хочет озвучивать. Сейчас я именно так и делаю. Но это ты. Я вот анкетку почитала. Вы у меня, ну как бы у меня мужчины, вот в основном такие клиенты. Ну, почитаем. Да я даже читать не хочу, мне прям слушать. А почему? Мне хочется узнать. Я не взяла с собой анкету. Ну, смысл там один. Ну, мы все прекрасно знаем. Молодая, красивая, стильная, из хорошей семьи до определенного возраста и так далее. Так и Вячеслав 40 лет, молодой мужик. Да, стильная, красивая. Ну, там вот на полстраницы, Ларис, взаимоисключающие и образованные, но при этом, и хоть, чтобы она и бизнесом была, но все-таки для нее ценности семьи. И на одной волне серфинг. И на одной волне серфинг, но при этом, ну вот все одно к другому. То есть одно противоритие имеет право. Я к чему это говорю как свапа? Состоятельная, почему нет? У меня такое классное впечатление, что чем больше у вас дохода, чем старше вы становитесь, вы уже не жену себе ищете, с которой можно разделить совместно нажитое имущество, можно даже не наживать это имущество. Вы становитесь коллекционером, который приобретает, а я, собственно говоря, тот оценщик, который продает это произведение искусства, которое должно очень дорого стоить, в буквальном смысле слова. То, что вы описали, это очень дорого стоит. Дело в том, что с бывшей женой у меня не было ни кайтерфинга, ни любви какой-то к жизни, я только работал. А что я вас на пятом десятке-то переклинила? Ну вот, начал любить жизнь. Значит, она должна быть молодая, спортивная, чтобы свершение сломал. Я же и говорю, произведение искусства. Ну, я готова сегодня как оценщики, я специалист в этом деле. Я такой человек зажигательный, такой позитивный. Буду дарить ему свою любовь. Знакомьтесь с первой невестой, проходите. Здравствуйте, Вячеслав. Привет. Возможно, ты тот человек, с которым я проживу всю свою жизнь. Рад знакомству. Спасибо. Вероника 28 лет. Фотомодель. Живет в Москве. Мечтает о доме на Лазурном берегу. Признается, что каждый месяц покупает себе нижнее белье и имеет большую коллекцию туфель. Предупреждает, что ее избранник должен ежегодно возить ее на Мальдивы. Несколько лет Вероника делила любимого мужчину с его законной женой. А когда он развелся, поняла, что потеряла к нему всякий интерес. Надеется, что возможности Вячеслава всегда будут совпадать с ее желаниями. Здравствуйте. Красивое платье. Прям шикарное. Ее тоже зовут Вероника. Вот это да. Главное, чтобы не запутался жених. Но я думаю, что ты, конечно. Главное, чтобы не запутался жених. Главное, чтобы выбрал нужную Веронику. Скажите, пожалуйста, вам было удобно встречаться с женатым? Или ваша история про любовь? Вы знаете, это такая двоякая ситуация, что она и про любовь. И в то же время, в тот момент, когда я была слишком молодая, как-то не задумывалась о будущем. Сколько вам было лет? 20. Ну, безжалостный возраст. У меня были любовники в этом возрасте, и мне не было жалко. Там жена, кто думал о женах в этом возрасте, правда? Ну, подумаешь, вся жизнь впереди. Щедрый был? Достаточно. Скажите, а его жена не знала о вашем существовании? Ну, первое время нет, но потом она узнала. Потом это когда у вас уже ребенок родился? Ну, и тогда тоже. И до этого она еще узнала. Не пыталась выяснять с вами отношения, как-то вернуть мужа? Не знаю. Нет, не пыталась. Скажите, а беременность была спланированной, чтобы удержать мужчину? Или просто большая любовь? Нет, ни в коем случае. Большая любовь? Да. Слушай, может быть, и хорошо, что... Да, у нее детки, у нее детки. А он дал свою фамилию и записал на себя? На тот момент нет, потому что он был в браке, и... Ну, есть как бы небольшие нюансы, что нельзя ребенка записать. А сейчас есть у ребенка-то фамилия там? Нет, сейчас нет. Так там была дальше история. Он же признался жене, что у него родился ребенок. Да. А это вы так нажали? Или... Нет, я не нажимала. Это было полностью его решение. Я даже не знаю, в какой момент он рассказал, но, в принципе, скрывать он как бы этого не пытался, и все знали об этом ребенке сразу. Молота, он ведь к вам ушел? Да. А что потом стало происходить? Он стал к ней ездить к бывшей, к своей? Там же были дети? Да, начались какие-то конфликты. Вас это подвешивало? Честно? Ну, на тот момент, наверное, да. Это не основная проблема, но это было тоже. А он как объяснял? Потому что, послушай, ну, типа, Вероника, там дети, да? И как я могу? Ну, вот как раз основная проблема была в том, что он не объяснял, он как бы дезинформировал меня, и получалось, что все время таким образом обманывал. Ну, то есть так он жене своей врал, правильно? Так он потом стал врать вам про командировки, про то, что он уезжает куда-то. Так он и своей жене врал, когда оставался с вами ночевать. А почему он вас потом обвинил, что вы необразованные, скучные и меркантильные? Ну, не знаю, мне кажется, да. Просто когда людям говорят правду, это некая защитная реакция, что нападать нужно на твоего собеседника. Хорошо. А сейчас в каких отношениях? Сейчас в прекрасных отношениях. То есть он помогает, ребенка обеспечивает? Да, он очень хороший папа. Как ты думаешь, он сможет принять чужого ребенка? Я как раз думаю, что он из тех людей, которые хотят, чтобы принимали его детей, но он не примет чужого ребенка. Вы ежемесячно приобретаете, я так понимаю, дорогое белье. Оно одноразовое, что ли? Ну, почти. Нет, просто люблю красивое. Это хорошее, приданное для будущего супруга. Будет что показывать это. Я только за. Ну, очень дорогое. Ну, одно из самых дорогих, наверное, сегментов самых дорогих. А вот этот запрос про Мальдивы раз в году, это прям требование или просьбочка? Нет, это пожелание. А ваш мужчина возил вас на Мальдивы, да? Нет, мой мужчина не возил меня на Мальдивы, потому что он их не любил. Мы отдыхали как раз-таки на тех курортах, которые нравились ему. Это как бы еще одно из преткновений наших конфликтов. А где, куда он вас возил? На рыбалку? Нет, в Европу, но тем не менее, его какие-то желания всегда были выше, чем мои. Так здрасте, кто платит, кто-то танцует? Еще бы. Ну, каждому свое. Ну, про хозяйку молчу вам, а ну на кой надо это? Но меня единственное, что так смутило, вы кормите только дочку. А сами что, не едите, что ли? Нет, я ем, но я не готовлю. Ну, то есть я покупаю какие-то полуфабрикаты, и чтобы там сварить суп с нуля, я такое не делаю. А почему? Ну, не умеете или вредно? Нет, я умею, но я почему-то не люблю именно для себя готовить. То есть для кого-то я могу приготовить, а сварить кастрюлю супа, как я раньше делала. Вот примерно мы тоже ругались из-за того, что как-то он мне сказал один раз, ты не готовишь. На что я ему сказала, я сколько раз готовила, то есть я это все выкидывала и выливала. Ну, то есть я все равно готовлю там не вот такую порцию, понимаете, а как бы на несколько человек. Скажите, а дочке сколько сейчас? И мы ели в ресторанах. Дочке сейчас 7 лет. Покажите сюрприз. Так как я фотомодель, тебе придется периодически со мной участвовать в съемках тоже. Прекрасно. Алина-то зачем? Семейные фотосессии. Ну, семейные тогда, понятно. Ну, вообще у жениха глаз горит. Да, на нее. Мне кажется, это история, как бы она уже что есть, что нету ее. Горит глаз, это самое главное. Боже, какая красота! Вячеслав, я хотела бы тебя пригласить на сцену и хотела рассказать тебе о том, с чего начинается семья. А начинается она со свадьбы. Сейчас у нас будет свадебная фотосессия. Я немножко тебя приукрашу и подготовлю к нашей свадьбе. Боже мой! Слушай, я надеюсь, это не фотосессия, как свадьба. Если это свадьба, то будет просто... Мне кажется, он просто сразу не бежит. И мы просто его не увидим. Будет как в этом фильме про сбежавшую невесту. Супер! А теперь представь, что это наша свадьба. И нас будет фотографировать фотограф. Взаимодействуй со мной. Расслабься. Можешь поцеловать меня в щечку. Взяться за ручку. Смотритесь хорошо. Посмотреть на меня. Главное, чтобы у невесты было все красиво. А то, что у нее бабочка сейчас улетит куда-нибудь. Это никого не волнует. Я приобниму тебя. Что мы делаем дальше? Как? Что? Я кидаю букет невесты. Да. Кому-то в голове там. Ну, смотритесь хорошо, ребят, я вам хочу сказать. Чуть-чуть помялась. Я поправлю. Это идеально для нашей фотосессии. Пойдем переоденемся. Так сразу его тащить под венец. Наверное, сразу и посмотреть его реакцию. Да, ну да, кстати. Да, да, да. Готов ли он вообще к такому повороту-то или нет? Третий раз, я думаю, уже нормально. Свадебное путешествие. Что мы где-то на острове. На каком бы ты хотел. Буракай. Представь, что мы идем по песку. Счастливые, радостные. И ты меня догоняешь. Сядь в качель. Я буду тебя качать. Ой. Как на Мальдивах. Или Буракая, как тебе нравится. А теперь представим, что здесь звездное небо. Падают звезды, и мы загадываем желания. Угу. Сколько звезд падает, и сколько желаний ты загадал? Я три. Одно из них наше свадебное путешествие? Конечно. И оно уже осуществляется. Одно из моих желаний, чтобы ты покачал меня на Мальдивах. Покачаешь на этой качеле? Покачаю. Посмотри на звезды. Посмотри туда. Все супер. Ты справился. С моим заданием. И мы идем дальше. Нам еще нужно будет подготовиться, и мы вернемся. Мне кажется, никакому нормальному мужчине это не нужно. Такой образ жизни. Да. Предпринимателю, по крайней мере. Ну и третий этап после нашего медового месяца. Наш небольшой презент. Держи табличку. Ура. Я буду держать животик. Ты можешь положить руку. Можешь послушать, как он бьет ножками. Можешь приобнять меня. Как будто бы у нас уже 10 детей. И мы живем 50 лет вместе. Долго и счастливо. Спасибо. Девочка, забирайте. Проходите. Хитлые серпицы. Смотри, да? То есть она и потрогала, и покачала, и покачала, и покачая меня. Понимаешь? И то, и все как бы. Вам было приятно находиться в компании с Вероникой? Это считывалось? Вы получали удовольствие? Вы не хотели оттуда уйти? Вам было комфортно? Вам все нравилось? Я делаю вывод. Вам, Вероника, понравилось? Да, он очень красивый. Ничего не смутило? Эмоции. Не знаю. В вашем вкусе? Может быть. Есть, да. Ближе, наверное, к моему вкусу. Как тебе жених? Очень красивый. Вы очень красиво смотритесь вместе. Смущает то, что могут захлынуть какие-то сильные эмоции, страсти, да, где я могу, может быть, поплыть, перестать. То, что мне нравится, чем я занимаюсь, развитие. А здесь очень, может быть, какие-то, как итальянские, какие-то, может быть, страсти. А вам бы не хотелось? Просто были. Тогда вы не должны искать молодую женщину. Тогда ищите сверстницу, у которой тоже уже все случилось в жизни, так же, как и у вас. Почему вы не хотите? 40 лет для женщины сегодня – это вообще не возраст. Просто не возраст. Вы понимаете, у вас какие-то петерные стандарты. Не встретил просто почему стандарты. Нет, только у вас заявлено 30. Молодые женщины. Я просто встречался, когда свыше 30 с женщинами. У них, в общем-то, такой запрос, мужчина как предаток. Да, у нее есть квартира, у нее есть машина. И я ей нужен для того, чтобы, как мебель. Или они, во-первых, это неправда. Я не знаю, с кем вы встречались. А молодая, которая будет на вас смотреть и будет хотеть ту самую квартиру, самую машину от вас, она будет хотеть, требовать и ждать. Вот и все. Ну, это, мне кажется, нормально в целом-то. То есть молодой женщиной вы будете понимать, что вы для нее лифт в какую-то благополучную будущую жизнь. Вы готовы ее спонсировать, готовы ей покупать что-то, ну, понимая, да, что она молодая. Я не хочу быть лифтом тоже. Тогда что вы хотите? Не лифт с ровней. Хорошая девочка из хорошей семьи, 25-летняя, родители ей скажут, что ты обалдела за старца выходить замуж. У вас разница 15 лет. Тебе будет 40, а ему будет за полтос уже глубоко. Нафиг он тебе сдался? Посмотри, сколько молодых парней вокруг. Вы же про себя тоже должны понимать? А молодые девушки только мужчин как лифт рассматривают? Конечно. А потому что молодые должны жить с молодыми. Мне кажется, мы вполне себе симпатичная пара. Хорошая. Несмотря на моего ребенка. Я думаю, что это не помеха, потому что у него есть тоже двое. Я считаю, что достойное приобретение вашу коллекцию. Ташу надо брать. Знакомьтесь со второй невестой. Вячеслав, добрый день. Меня зовут Валерия. Я человек в праздник. Зажигательная девушка. Надеюсь, мы зажжем друг друга. Разнакомство, Валерия. Спасибо. Валерия 25 лет. Юрист в крупной столичной компании. Занимается конным спортом. Мечтает получить предложение руки и сердца на Эйфелевой башне. Предупреждает, что никогда не откажется от подруг. Избранник Валерии уверял ее в том, что поцелуи с другой девушкой – это не что иное, как проявление отеческих чувств. Надеется, что Вячеслав не окажется обманщиком. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Лариса. Какая история у вас интересна? Я надеюсь, вы не с педофилом встречались? Нет, вообще не с педофилом. Я не думала даже, что такое возможно. Что за история? Расскажите. Мы встречались с ним два года. Эта девочка внешне, так скажу, мягкая, что проигрывает тебе. Прямо сразу могу сказать. Да? Набита она милашком. Вдруг у него какое-то такое ярое было желание заниматься теннисом большим. У него вдруг? Да. Ни с того, ни с сего. Хотя раньше я как-то не замечала такого пристрастия. А сколько им был лет? Ему на тот момент было 27. Вот однажды. Да, вот однажды он возвращается с тенниса. И как бы я тянусь его поцеловать в губы. И я понимаю, что он пахнет женскими духами, не моими. И я у него спросила, а что это ты вообще чем пахнешь после тенниса? Он сказал, что да что ты придумываешь. Я там обнимался с девушкой. Я просто поцеловала ее два раза в щечку и один раз в губы. Не думай. Вообще ничего такого у нас там нет. А вы говорите, да конечно нет. Подумаешь, поцелуй в губы с какой-то барышней. После этого мы с ним поссорились. А выяснилось, что девушке-то сколько лет? Выяснилось, что девушке 17 лет. Она его была партнершей по теннису? Да. Может быть удачно сыгранный сет. И он ее в знак благодарности хотел поцеловать в щечку. А она, знаете, с детским пылом таким темпераментом дернулась. И он нечаянно послал ее в губы. Такой же может быть? Ну, я не думаю. Соскользнула? Да, соскользнула немножко как бы в сторону губ. Но она яркая, тоже яркая, интересная. У нее такая широкая улыбка, как у Джулии Робертс. Кстати, да, очень похожа. Ну, потом как бы мы поссорились с ним. Он меня немножко так отпихнул. Я порвала ему рубашку. Потом страсти настолько развернули, что я чуть не выбросила его мини-пианино. Вот. Но, конечно, я этого не сделала. Но все равно вот, в общем, эти ссоры на почве как бы этой девочки, которые у него отцовские чувства, они... Он сказал, что у него отцовские чувства. Да, он сказал, что у него отцовские чувства, чтобы я вообще себе ничего не придумала. И когда это его девушка, которая отцовские чувства уехала отдыхать со своим парнем в Турцию? Да, как бы у них развивались жаркие переписки. Откуда вы знаете? Я увидела. Да, я увидела. То есть я вообще такой человек... А что там, о чем переписывались-то? Что она его очень любит, что он ей приснился, а она тут со своим молодым человеком. Вы поняли, что ваш мужчина влюблен, да? Да, я поняла, что он влюблен. Мы часто ссорились. И в какой-то момент я поняла, что я больше не хочу как бы участвовать в этом треугольнике, в этом четвероугольнике. Потому что там еще и... А он не пытался как-то вас удержать, объяснить и сказать, что это все тебе все равно Лерочке кажется? Да, он мне говорил, что ты знаешь, я тебя люблю, я вот не знаю, что со мной происходит. Пожалуйста, не принимай все на свой счет, мне нужна только ты. Ну и в итоге как бы сейчас они вместе и встречаются. Все-таки началась вот эта мания, когда девушка следит за мужчиной и подозревает его на каждом шагу. Когда нет доверия, уже нет ничего. Нет смысла дальше общаться с человеком. Перед вами, Вячеслав, 15 лет разница у вас в возрасте. Вас не смущает? Ну нет, в принципе не смущает. А вы москвичка, вы с родителями живете или в своей отдельной же квартире? Я живу отдельно, да, я москвичка. Своя квартира уже есть, да? Да, да, да. И у вас лошадка есть, это прямо вы не купили или... Нет, лошадки нет, это просто такое мое хобби, я люблю кататься на лошадях. Вы на банкете написали, что вам доход нужен больше поллимона в месяц. Ну, просто мой предыдущий молодой человек, я вообще не меркантильная абсолютно. Конечно. Нет, ну знаете, я встречалась вот с этим молодым человеком, он был официант вначале. Да. Потом как раз он вдохновился Лерой, и он начал очень хорошо зарабатывать. Кем стал он, что столько зарабатывал? Менеджером в компании. И менеджера 500 по поллимона зарабатывал? Ну да, он мне вообще там... Ну, проценты от сделала. А вы-то сами сколько зарабатываете, столько же? Ну, я нет, а сколько? Меньше 100. Покажите сюрприз. Девочка красивая, но я рядом с Вероникой, как бы понятно, что у Вероника, конечно, по-другому выглядит. Ну, у него же заявлено было, что он ищет женщину с изысканным вкусом. Вот, с изысканным вкусом, смотрите. И ее платье. А то далеко не изысканное. Давай, 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 давай. Если кажется, что ты не удел, Белая ночь черною станет друг. Если кто-то не выгодит, И ты не умер на песне. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Разве не ты? Ты же вполне самая лучшая на земле. Разве не ты? Разве не я? Самая-самая лучшая. Все нормально. Спасибо вам. Забирайте цветочки и проходите в комнату. Да, у нас есть сюрприз. Он офигенно поет. Очень классно, да. У нее очень хорошие вокальные данные. Понравилось? Да. Роза? Ну, опять возвращаюсь к коллекционированию. Я сегодня именно в этой роли. Значит, если Вероника у нас, ну, можно было бы сравнить ее, допустим, с греческой какой-нибудь там статуей, то Валерий, конечно, попроще. Больше из области народного творчества. Ну, самоварчик там, но искусно и дорого. Светуль, это нормально, потому что я все забыла. Ну, ты разнервничаешь. Ты знаешь, я не думала, что он вообще как бы ко мне выйдет. Выйдет, да. И у меня все, понимаешь? Как бы я такая, и все, понимаешь? Знакомьтесь с третьей невестой, проходите. Привет. Привет. Я помогу тебе создать тот уют в доме, о котором мечтает каждый мужчина. Здорово. Спасибо. Разнаковство. Вероника, 25 лет, дизайн интерьера из Москвы. Гордится тем, что плавала в Тихом океане с голопогосскими черепахами. Мечтает сделать проект внутренней отделки самолета. Мне хотелось бы встретить человека, которого я буду любить реально больше, чем свою работу. Потому что моя работа, это моя хобби, это моя жизнь. Все свое время, всю свою энергию я посвящаю этому делу. Я считаю, что в отношениях должно быть лучше, чем без них. И в мужчине я ощущаю такие качества, как честность, искренность и, самое главное, ответственность. Предупреждает, что ее мужчине придется исключить из своего лексикона слово «должна». Вероника расторгла помолвку, когда поняла, что игры в казино и праздная жизнь с друзьями ее жениха интересует больше, чем подготовка к свадьбе. Надеется, что Вячеслав умеет верно расставлять приоритеты. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Как вам третья девочка? Моя девочка? Ну, опять внешне, она, конечно, опять проигрывает тебе, мне так кажется. Эта девочка хотя мне больше нравится, чем вторая. Темный типаж. Скажите, пожалуйста, а вы что, не понимали, с кем встречаетесь до свадьбы? Когда мы только начали встречаться, все было хорошо. Человек был очень галантный, он был грузин, и он шикарно ухаживал за мной. Все было красиво. Мы жили в Сочи, то есть это была зима, и это довольно скучный город зимой. А потом, когда начался снова летний сезон, человек начал гулять, очень сильно гулять, потому что это грузины. Нет, очень разные грузины, евреи, русские, узбеки, все очень разные люди. Нельзя по национальному признаку сказать, потому что грузины. Но, например, вы же понимали, что человек кавказец, да, что при нем уже вот в таких прозрачных платьицах не особо можно походить. Что, может, он с вами походит, но не женится точно. Ну, какие-то вещи, потому что мама скажет, эй, кто она? Конечно, да, я понимала, что это кавказец, что это не русский человек, но он был довольно обрусевший. Все, правда, все было хорошо. Естественно, в прозрачных платьях я перед ним не ходила. Нет, перед ним можно, а перед ним и друзьями, и мамой нельзя. Ну, мужчины кавказские, они горячие такие, очень ревностные, да, надо тоже понимать заранее, на что ты подписываешься. Конечно, были сложности с семьей. А в чем, расскажите конкретно? Потому что я родилась в Москве, и я не грузинка. То есть семья меня принимала очень долгое время, но в итоге приняла. Отец, мать очень хорошо относились в итоге ко мне. Он вам сделал предложение? Да, он мне сделал предложение. У нас уже была назначена дата свадьбы, но она не состоялась. Почему? Он позволял себе грубые слова. Например? Он мог сказать, заткнись. В какой ситуации? Когда, по его мнению, я говорила, что-то не так за столом. А вы могли говорить, что-то не так за столом? Вы понимаете это? Да, конечно. И заткнись, и это самое мягкое. Вы понимаете, что это целый этикет, как девушка должна себя вести за столом, где сидят родители, друзья, родня, одноклассники. Конечно, я это понимаю. Ты такая московская, короче, приехала туда, в Сочи, где скучно, понимаешь? Крутая. И вели себя так, как хотелось вам, помогли грести, почему нет? Ну, расскажите, что вас раздражали, что он всех кормил. Да, нельзя говорить про девушку, заткнись в любом случае. Нужно как-то более корректно выйти из этой ситуации. И сказать это тет-тет-тет. Смотрите, дорогая моя, мужчина же не может просто так. Либо он один раз сказал слово в сердцах, да, заткнись. Значит, девушка должна была подумать, либо заткнуться, либо собрать чемодан и уехать. Но ведь Веронику никто не держал рядом. Я забирала чемодан шесть раз, и шесть раз уезжала. И все шесть раз человек приезжал за мной в Москву. Да, но только после нескольких раз ты начинаешь понимать, что действительно уходя, уходи. Но она сама такая достаточно жесткая по ней, видно. Может, она любит скандалы, девочки. Мне кажется, все-таки Вячеслав слишком мягкий для нее. И ей надо более жесткого мужчину. Скажите, пожалуйста, он был богатый? Он был обеспеченный, но это обычный парень. Он занимался недвижимостью. Я не могу сказать, что он был очень богатый. А чем вас не устраивает слово «должна»? Потому что я считаю, что никто никому ничего не должен. А в семье родители-то есть? Нет, смотри, сегодня всем им на этих тренингах говорят, ты должен только сам себе. Ты должен быть счастливым. Больше никому ты ничего не должен. Встань и иди. Нет. Открой глаза и смотри, понимаешь? А дети не должны, а не согласна. А родители дети? Есть обязательства. Но обязательство – это не слово «должна». То есть «должна» – это как приговор. А что это такое? Обязательство. Ответственность. Ответственность, конечно. Ты должна, да, вести правильный образ жизни. Мы можем быть должны налоговой. Или заплатить штрафы. Почему началось? Философия. Нет, это не философия, это демагогия. Вы дизайнер интерьер. Сколько ваш этот заказик стоит? Квадратный метр – две тысячи рублей. Ну, как хорошо. А, доступно. А скажите, вам нравится, Вячеслав? Да, очень. Ну, покажите тогда сюрприз. Конечно. Ты поможешь мне? Да. Он не будет бегать за ней, как вот она привыкла. Как к ней. Он себе цену знает, а она себе не знает цену. Если она шесть раз собирала чемоданы и каждый раз возвращалась. Тебе нужно будет помочь собрать мне очень красивый предмет интерьера. Мы с тобой расставляем вот эти бутылки. Бери несколько штук. Ну, вот вот штука. Да, и сверху нам нужно попасть вот сюда. Молодец. Ну, и перекрутить, соответственно. Да, и теперь ты должен проявить свою мужскую силу. Да, молодец. Ты все умеешь, тебе даже не надо ничего объяснять. Смотри, он умеет работать дрелью. Он не просто занимается бедно. Да, она пробудила в нем мужчину. И, как ты понял, цветы должны быть у нас в доме. Вот, все ровно. Огонь. Надеюсь, это будет стоять у нас в нашем будущем доме. Спасибо тебе, что собрал. Без проблем. Даже не пришлось объяснять, как пользоваться шуруповертом. Ну, спасибо. Девочки, забирайте цветы, проходите в комнату. Скоро узнаете, кого выбрал Вячеслав. Мне очень понравится. Да, классно. То есть необычный, да? Это надо еще додуматься. Додуматься, да? Вы так проводили взглядом. Вы что-то недосмотрели у Вероники? Нет, просто не понял, какая... Это третья, да, кабинка? Нет, просто для себя понять. Понятно. Понравилась? Ну, симпатичная девушка. Причем без детей. Как просили? Ну, мне немножко обидно, что он ничего не спросил у меня, даже не поговорил со мной. Мне кажется, у него не было просто шансов, потому что ведущие так активно с тобой общались. Да, они очень активно со мной обсуждали мою личную жизнь. Есть кого предлагать. Ну, конечно, первую Веронику с ребеночком. Она прямо уже готовая, заточенная под это дело. Так что... Ну да, как несправедливо. У вас двое детей, а вы хотите свободную девушку. А зачем ей? У нее тоже есть родители, которые будут говорить, а тебе для чего, дорогая моя? Ты не бедная, москвичка. Ну, в общем, какие-то... Ну, я же не сказал, что я определился. Нет, вы пойдете в результате все равно к тому, куда вас поведет сердце. Это мы так просто вам советуем. Как нам кажется, справедливо. Все три красавицы. Просто все одна другой краша. Но мне кажется, да, первая Вероника, она прямо вот ослепительная красавица. И уже, в принципе, прожила с вами, видите, даже уже до беременности этой второй. Так что это знак. В общем, к кому бы вы ни пошли, мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Первая, вторая и третья невеста. Выйдешь ли ты, если он зайдет к тебе? Я думаю, да. Конечно, я выйду. Мне бы хотелось с ним общаться дальше. Он очень интересный. Я приглашаю всех выйти и поддержать Вячеслава. Ой, спасибо большое. Очень приятно. Ну что, покатаемся на лошади? Да, покатаемся. Все супер, договорились. Какая красивая пара, Вячеслав и Валерия. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Совет за любовь. Субтитры сделал DimaTorzok